Наконец-то вышло обновление и есть что купить в этом обновлении. Пацаны, всем здорова, с вами Лёха Такс и как вы помните в прошлой серии, я купил себе вот этот монстр Бигфут, уникальнейший автомобиль, отдал я за него 24 миллиона. Но на самом деле я теперь пожалел об этой покупке, почему, смотрите, потому что я отдал за неё 24 ляма и был 2х день, а сейчас 3х день после обновления, это означает, что все задоначенные бабки, у меня аж просто переплетается язык. Они будут в тройном размере мне оплачены и я сделал правильно, что оставил ещё бабки на своём балансе. Я задонатил, в общем-то, ребята, ни много ни мало, 27 тысяч рублей. И прямо сейчас мы конвертируем в игровые рубли. Ну давайте мы оставим 3-4 тысячи и получается 23 тысячи рублей мы сейчас конвертируем. Просто, блин, это прям вот лучший день. Я люблю, когда 3х день включается, но он включается только в обновления. Это очень сложно поймать, но не всегда хочется даже задонатить деньги, но сегодня у меня баланс остался целым 23 тысячи, обновляем. 69 лямов. Господи, 69 лямов. Я сейчас просто вспоминаю, это получается... Нет, это не самый крупный донат, мне кажется, это не самый крупный донат. Был крупнее, но он был крупнее в рублях, а получал я меньше в миллионах, то есть игровых. А сейчас, если считать то, сколько я сконвертировал рублей, ну именно игровых рублей, вертов, то получается это рекорд, наверное, скорее всего рекорд. И прямо сейчас мы под этим рекордом, под этим знаменем отправляемся, знаете зачем? За очень классной тачкой. Их всего-то немного добавили, именно классных тачек. А вот, я как бы сделал одну интересную машину, но сегодня речь немного о другой машине. Знаете о какой? Где моя сладенькая машинка? Ну где она? Ее привезли сюда, в этот автосалон. Ваше ср... 81 лямов. Я просто... Вот сейчас я действительно понимаю, что в моих руках бабки, которые я всру походу в казино. А сейчас я другой мысли просто не придумал. Я не знаю, вот на самом деле я хочу бизнес купить. Реально хороший, чтобы он работал, приносил мне бабки, я больше не донатил. Но бизнес должен быть, сами понимаете, в ходовой точке. Если есть какие-то предложения, ребят, в комментариях, то предлагайте. Я, кстати, уже увидел ваше предложение по поводу того, сколько вы мне предлагаете за Бигфут. Я подумаю, есть хорошее предложение от 40 до 60 миллионов, мне за него предложили. Нормально так наварюсь, знаете ли, серия по перекупу будет самая удачная, да? Ёб твою душу мать. Ёб твою душу мать. 35 миллионов, вы что там? Это как? Как? Не, ну она так и стоит по... Я думал 15-20, ну не... В смысле Ешку 63-ю АМГ, смотрите, новую, свежую, просто рестайлинговую добавили. Охренеть, охренеть. И она стоит 13, да? А не, Финир Супер Спорт 40 миллионов, да, самая дорогая машина, окей. Ну в Калинан это просто пушка. И мне интересно, его можно сделать в расцветке, как у Давидыча, нет? Тачка просто батевская, батевская тачка. Я думаю, что если я ее даже куплю, она мне не понравится, я в любом случае в минус не уйду. Она пока что ажиотажная, я могу ее потом на рынке продать. Вот, поэтому сейчас давайте выберем какой-нибудь сразу цвет, чтобы потом не перекрашивать. Розовый, нет. Какой сладенький золотой цвет, конечно. Прям идет. И голубой тоже неплохо. Нужен какой-то солидный. Давайте сделаем реально солидный взрослый такой автомобиль. Мы не будем раскрашивать как детскую раскраску, потому что это вообще не серьезно ни разу. Ну вот зеленый, кстати, неплохо смотрится тоже так по-молодежному. Блин, его матовым можно реально сделать. Или потемнее, нет. Это вообще-то какой-то коричневый. Но вернемся, наверное, на пятую страницу. Лучше я не нашел цвета. Вот реально вот берем его. Ну что, готовы? Я покупаю. Я не хочу отдавать эти деньги на самом деле, потому что я очень боюсь. Покупаем. 35, твою мать, миллионов. Ладно, не надо, не надо, не надо таких, как бы... Ну, выглядит реально серьезно, солидно. Мне надо, правда, переодеться под такую машину, чтобы одеться. Я тут вообще не солидно смотрюсь. Пока что. Тем временем открываем Калинон, ребята. В коллекцию просто моих замечательных автомобилей, которые я обожаю на Радмире, добавляются новые Rolls-Royce. Как у Давидыча прямо, Калинон. Ну, отделка внутри качественная, на уровне. Для Сан-Андерески это хороший уровень. Бабки все еще отчисляются, бабки все еще просто убавляют. Вот, все, перестали. Теперь уже 46, не так... Было 80. Все, первый раз завели двигатель, просто девственный, ноль пробега. Никого нету, никого нету. Двигаем. Двигатель, звук неприятный сразу, вот сразу, сразу сходу слышу. Но не грубый. Есть такой же звук, но он грубее. Ладно, это хороший звук. Тем временем выезжаем, смотрим, никого нету, уступать дорогу никому не нужно. Выезжаем на трассу, выключаем вид от первого лица. Ой, нет. Прям, я бы сказал, даже посоревнуется по внешнему виду с Bugatti Chiron. Слушай, ребят, это солидно очень тачка. Ну, реально, уважение прям сразу такое, понимаете ли. Управляются сразу классно, сразу хорошо едет. Так, ладно, включаем, собственно говоря, все у нас индикаторы. Давай, 220... Почему? А, вот, 228, да. 228 километров в час, максимальная скорость. Эта тачка просто была создана для меня. Мы, знаете, что сделаем? Мы вот здесь вот в Березках, чисто исконно русских останавливаемся. Да, глушим двигатель, чтобы никто не украл. Нет, сделано прям проработано идеально. Нет, тачка прям пушечная. Давай, достаем номера, самые классные, самые интересные, самые четкие. Я вот этот номер повешу. Просто я буду, во-первых, потому что ездить на этой машине очень долго. Ладно, без лишних слов погнали. Вот просто с кем-нибудь зарубимся. Сравним с какой-нибудь тачкой нормально заряженной. Погнали в город. Все-таки покрасуемся на своей тачке. Я бы, знаете, что сделал в сегодняшней серии? Я тюнинговать ее не буду, как это обычно, там, тратить ваше время и свое. Вы и так прекрасно понимаете, что эту машину не нужно тюнинговать. Это будет колхоз дичайший. Даже если поменяют диски, ну, ну, черт знает. Вот на самом деле, если поменяют диски, то все. Обратного пути не будет, понимаете? А такие прекрасные диски, которые стоят здесь от Rolls-Royce, ну, на них посмотреть, они пропадут. И я сейчас предлагаю что сделать? Поскольку тачка серая, матовая. Прям солидный. Это не черная, а прям серый цвет. Редко такие. Вообще, наверное, не покупал машину с таким цветом. Я затонирую слегка. Вот так вот. С легонького оперения руки. Я не знаю, что я несу, блядь. Но я затонирую эту тачку сейчас. Так, я не хотел записывать, как я еду. Но эта тачка перестала ехать 228 километров в час. А ей 138. Извините, у меня... А что произошло в этот момент, что она поехала медленнее? Это какого хрена? Вы мне что всунули? Ребята, меня обманули. 35 лямов сейчас, если хотите сказать? Она есть 138. Это баг. Я верю, что это баг. Но мне, знаете ли, не хочется верить в том, что я, когда стартанул и поехал 228, это был баг. То, что у нее оригинальная скорость может быть 138, это страшно, ребят. Сейчас мне становится. Я прямо вот понимаю, что купил кирпич. Эта машина, конечно, не создана для того, чтобы гонять. Но 228-то она хотя бы должна ехать за 35 миллионов. Не, номера прям вот эти самые пушечные. Хорошо, что я их вовремя смехнул и купил. Иначе бы потом мне пришлось бы, знаете ли, за какие деньги потом его выкупать. Мне уже там повыкупали такс один, такс два и предлагают в паре. Смотри, не ребят. Пидорас. В смысле ты поехал? Вот я только тачку купил, брат. Ну вот как так-то? Она нулевая. Пробега вообще нет. И как так врезался-то сразу? Я понимаю, что ты подписчик. Но ты мне бампер, да зачем поцарапан, брат? Ладно, слушай, я извиню тебя, но в следующий раз, знаешь, в такие тачки не врезайся. Иначе там ребята серьезные выйдут. Тебе просто нахрен твою машину раскурочат. Так что давай. Удачи тебе на дорогах. Не нарушай, блять, по-хорошему. О-о-о, забегали, забегали. Сразу, да. Все, батя приехал. Ё-моё, смотри, Феррари-то. Что, Феррари-опел-стайл? О-о-о-опел. Опел-опел-опел-опел-стайл? Что это? О-опер-стайл сейчас популярная тема, и поэтому мы приехали сюда устанавливать тонировочку. Она будет у нас обязательно. Так, какого цвета? Мы можем же серебряную сделать, но она будет говеная, да? Какого хрена? Во-во-во-во-во, применяется все. Мы можем выбрать уровень тонировки, понимаете? Мы не будем вглухо тонировать. Потому что, ну, не хочется глухо тонировать. Ой. Ну, или можно? Давайте выберем аккуратно. Я не хочу прям в ноль тонировать. Вот так вот, чтобы немножко просвечивало. Во. Что еще есть? Какие цвета? Давай посмотрим. А, вот, на стрелочку листается. Ну, разноцветный. Нет, 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 нет. Это вообще не вариант. Можно серый вот такой сделать. Но нет. Нет, конечно, нет. Я не буду прям наглухо тонировать, потому что это не очень выглядит. Вот немножко, немножко сделаем. Не по канону, так скажем, да? Все, ребят, оплачиваем. Устанавливаем 300 косарей за тонировку. На Rolls Royce это не такие уж и большие деньги. Я отдал за него 35. Здорово, здорово, пацаны. Я вот батюшку тачку купил. Что, цвет нормальный вообще, думаете? Позвони. Что он предлагает? Какие услуги предлагает человек в трусах? В сердечком? С номером 8888. Позвони. Так, и что, я теперь с трубой... Нет, смотрите, ребят, выключаем чат, нахрен. Я просто, смотрите, деловое решало просто. На Rolls Royce всегда на телефоне чисто темки, темки мутим. Блин, надо было глухо тонировать. Ладно, мне нравится и так, серьезно. Двери-то вон как открываются. И в эту сторону, вау. Не, это вау, ребята. Это прям полнейший вау. Подожди, я сейчас покатаюсь, ребят, сейчас я вернусь. Подождите, я сейчас покатаюсь просто солидно по району. Не, я прям сделал хорошенько все. Прям красиво. Фару нужно включить и все. Я бы еще немного занизил, посмотрел, как это будет. Но это надо стенд ставить ехать. Но не факт, что эту машину нужно занижать. Это просто должна быть стоковая тачка. 35 миллионов. Не, ну бомбически, бомбически. Так, это тот самый опасный мерс, подожди. Что он хочет? Подожди. Он отжать хочет мою тачилу. Э, какие-то вопросы, проблемы или что? Сейчас обраткам позвоню. На тот номер. Сразу звоним на восьмерке. Так, так, так. Что закипишь? Сейчас обраткам звоню. Так, это меня прессует получается? В меня врезались? Ку. Ку, выручай. Срочно. Меня прессуют. Передай привет. Прессует меня. В смысле? В прямом. Я в тренировке. Едь в юшке. Здорово, Матвей. Здорово, это я тебе звонил. Слышь? Выручай. Смотри, вот эти вот. Баки на меня быкуют. Что-то они прессуют здесь. Тачку хотят отжать. Вот эти два парня. Они врезались сначала. Автоподставу мне сделали. Рома, вот и Влад. А сейчас они мне тачку прессуют в тупик. Загнали, смотри. Да не прессуем мы. О, сразу заднюю включили. Все, да. А, мы руку хотели пожать только. Ах, и ты так сразу бы и сказал, а то что-то какие-то блатные ездите здесь. Давай, жми руку и поехали тогда. Все, порешали вопрос? Не будет пресса, да, с твоей стороны? Ну ладно, ладно, ладно. Я понял. Ну все, мир, давай, брат. Все, салам, давай, доезжай. Так, пацаны, садитесь. Мне нужна охрана. Быстро сели. Быстро, 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 быстро. Быстро, на дело едем, быстро. Слышь, так, ты вот сзади, который сидишь, ты сейчас ствол берешь, короче, понял? У нас кипиш полный вообще созрел. Сейчас тебе, пацанов, разведу, какого-нибудь школьника застрелить. Я отвечаю. Сейчас. Так, сейчас мы нарушаем. Сейчас у нас делянка. Все, оперстайл. Блин, надо тромбоскоп поставить мод. О, дизайр мне показывал просто пушка. Ё-моё. Давай, будем так моргать. Все, все, давай, ребят, суетим, суетим, суетим. Дробовики берите, дробовики. Так, ладно, сейчас мы сделаем, сейчас мы сделаем облаву дорожную. Управляемость прямо на высшем уровне. Серьезно говорю, прямо вот идеально, прямо вот как будто это внедорожник, но, блин, мне нравится. Ладно, погнали. Ребята, видите, вот там филетовый гелик? Вот сейчас мы прессовать будем этих чуваков, доставайте стволы. Давай, давай, давай. О, у меня уже предложение хорошее. У меня план есть. Бригада просто вышла. Добрый вечер. Что тут происходит? Почему гелик гейский у вас тут стоит? Гелик гени. Фу. Сейчас они достанут и просто заб... Что происходит? Это чел с дубинкой. Нет, у него есть ствол. Перекрашивай машину свою, иначе убьем тебя. Ну давай, давай, сфоткаемся. Давай, фоткай. Вы не поняли или че? Мы вас... Мы прессуем вас. Алло. Это наш торговый центр. Это наша парковка. Че вы здесь устраиваете? Вы машину продаете. Ты тут тачку продаешь, я знаю. Он тачку продает 100%. Давай, 4К, че? И продай. И продавай, сколько влезет. Сейчас предупреждающе буду кидать. 400 рублей. Ну давай 400 рублей. Не понял. Это то есть был покупатель. А чувак говорит, не понял. Он интересовался машиной за несколько миллионов, а сейчас говорит, что у него всего 400 рублей, типа. А как ты машина... Валите. Предупреждающий даем. Так, это че приехал здесь блатной? Это же моя парковка, нафиг. Слышь? Тут ничего продавать не собираешься? Случайно, да? Короче, пацаны, здесь официально мой теперь авторынок. Если хотите продать крутую тачку, приезжайте сюда. Договаривайтесь здесь. Это будет мой авторынок. Я буду приезжать и сбивать с вас бабки. Нормально, да, я придумал? Так, у нас все на месте. Все хорошо. Опа! В смысле? Ты смотри, он мне бампер разбил как. Сейчас догоним это говнорезы этого. Сейчас. Ну это прям вот очень грубейшая херня была. Он прям передо мной. Сука, его щип догнать. Ну ладно, в городе мы догоним по-любому. Сука, шашки, сука. Скутер, давайте, давайте, уехали отсюда. Запорожец, твою мать, ааа, Запорожец! Один хп, ёп твою душу, мать. Все, я смерть. Все пристегнули сразу, все поняли, что я... Ага, 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 ну сука, сука, он здесь. Ааа, получил в жбан просто. Слушай, от кого-то он не доехал. Там походу децел какой-то просто. Ноль хп, я сейчас помираю! Помираю! Ааа! Блядь, еще интерьер обновился. Где жрать-то тут? О! Парни, пронесло, пронесло, парни. Пронесло. Так, братан, извини, у нас серьезный дядет. Блин, управля... Ааа, в ствол просто! Классика, японскую тачку на столб намотали. А вот и наш нарушитель, да? Пф, понятно, он уже на кладбище. Ну, ха-ха-ха! Ну, реально на кладбище приехал, все. А раз, он сам себя наказал. Пока что проблем у нас никаких не... Намечается наша... А, нихрена у него повреждения системы, смотри. Кто нас врезал сзади? Бандитка, бандитка, блин, лагают у этого авторынка. Надо поменять что-то на реальной ситуации. Я видел идеальное предложение. Человек предложил, чтобы авторынок перенесли немного в интерьеры. Короче, немного от города оттащили. Потому что невозможно в южном... Пол южного лагает из-за этого авторынка. Я реально говорю, невозможно ездить. Короче, тем не менее, ребята, я предлагаю вам сделать следующее. Это подписаться прямо сейчас на мой инстаграм. Ссылочка в описании. Вот. Среди тех, кто только что подписался или уже подписан, вы просто пишите комментарий под последним... В общем-то, под последней фоткой. И я разыграю. Ну, давайте 5 миллионов вертов на любом серваке. Я могу это сделать. Ну, то есть, я могу задонатить, по идее, да? Если вы выиграете. Давайте сделаем так. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин